31 марта в 11 избирательных округах Павлодарской области пройдут выборы депутатов Маслихатов вместо выбывших. Зарегистрировано 37 кандидатов. 5 марта в 18.00 завершилась регистрация кандидатов депутатов Маслихатов вместо выбывших. Окруженные избирательные комиссии зарегистрировали 37 человек, в том числе 14 выдвинутых тремя партиями, а 23 это самовыдвиженцы. Из них 26 мужчин и 11 женщин, средний возраст 39 лет. Таким образом, средняя конкурентность составляет более трех кандидатов на один вакантный депутатский мандат. Из 37 кандидатов, наибольшие кандидаты зарегистрированы в Гебастузском городском Маслихате, это 5 человек. 4 человека зарегистрированы в Железинском районе. В остальных 5 районах зарегистрировано по 3 кандидата. В Павлодарском городском Маслихате в двух округах зарегистрировано 4 и 3 человека. И в областном Маслихате в двух округах зарегистрировано 6 человек. Постановлением ЦИК определены размеры расходов кандидатов, покрываемых из республиканского бюджета. Для областного уровня на проведение агитационной работы 670 тысяч тенге, для городского районного 425 тысяч. На выступление на телевидении с программой, для публикации двух статей в печатных и сетевых изданиях, на транспортные расходы и на проведение публичных мероприятий и изготовление агитационных материалов. Предстоящие выборы, в общем-то, ничем не отличаются от других избирательных компаний. Выборы пройдут 31 марта 2024 года. Избирательные участки приступят к работе в 6 часов избирательной комиссии. А сами участки для избирателей откроются в 7 утра и до 20.00 часов избиратели смогут прийти и отдать свой голос. Голосование пройдет на 100 избирательных участках в 80 населенных пунктах Павловской области. Итак, 31 марта пройдут выборы депутатов Масехата вместо выборщих в 11 избирательных округах. В двух – в областной Масехате, в Викибастузе, а также в Павлодарском и Успецком районах. В трех – городские Масехаты, два – Павлодаре и один – в Викибастузе. И в шести – в районные Масехаты в Байнаульском, Железенском, Иртышском, Павлодарском, Успецком и Щербактинском районах. Мурат Ивелмажит, Евгений Олейник и Атас Акпарат.